Привет всем мастерам, а также любителям посмотреть, как кто-то работает. Эта история началась с того, что я решил сделать несколько ножей, что-то себе, что-то в подарок. И, как обычно, когда мы не знаем, как что-то делается, мы открываем YouTube и начинаем изучать этот вопрос. Собственно, так я и поступил. В итоге я наткнулся на один толковый интересный канал, посмотрел несколько роликов и понял, что все это очень непростое дело. Немного позже я написал автору, задал ему несколько вопросов и, на удивление, он очень быстро и доходчиво на все вопросы мне ответил. В итоге мы разговорились и оказалось, что он знает мой канал и смотрит его. Было очень приятно. Собственно, так и родилась идея сделать совместный ролик. Приятного просмотра! Ну и, как вы уже догадались, Паша, автор канала P.U.L., сделал клинки, а я занялся изготовлением рукоятик. Всего у нас три ножа, которые мы в итоге разыграем, но об этом немного позже. Первая рукоять будет сделана из шишки, залитой эпоксидной смолой. Шишку я нашел в ближайшем лесу и приклеиваю ее к дну стакана для того, чтобы она не всплыла. Ну а потом заливаю черной подкрашенной смолой. Для второй рукояти я сооружаю опалубку и кладу туда обломки мореного дуба. Потом заливаю сперва черную смолу в качестве подложки, а затем уже знакомый комплект красителей, который имитирует космос. Вообще, это полная импровизация и эксперимент. В итоге я не знаю, что из этого получится. После того, как заготовки высохли, я распиливаю их в нужный размер. В случае с залитой шишкой, очень важно сделать срез ровно по центру шишки. И тогда она будет выглядеть максимально эффектно. После того, как я отрезал подходящую пластину, отмечаю на ней будущую рукоять и всеми доступными способами придаю ей форму. После того, как я придал грубую форму, я приклеиваю заготовку к ножу на пару капель суперклея, для того, чтобы потом можно было оторвать ее. И когда накладка находится уже на своем месте, я объединяю формы. Напоминаю, что весь процесс создания ножей уже доступен на канале P.U.L. Уверен, что на это будет интересно посмотреть, так как это видео по сути является второй частью. Ну и заодно в комментариях можете передать привет от топора. Думаю, автору будет приятно. Ну а теперь осталось обработать здесь накладки более мелкой наждачкой и довести форму в труднодоступных местах. Затем уже полностью готовые накладки я приклеиваю на эпоксидный клей, заранее разместив два небольших латунных штифта. Эпоксидный клей я немного подкрашиваю в черный цвет, для того, чтобы соединения с накладками не бросались в глаза. Вообще, такую работу я делаю в первый раз и, конечно же, без мелких косяков и нюансов не обошлось. Так что не судите строго. А накладки для третьего ножа я сделал по такому же принципу, но использовал только древесину карельской березы. И пропитал ее одной интересной морилкой. На мой взгляд, отлично подходящая именно этой древесине. Ну и в завершении всего покрываем рукояти матовым лаком и выбираем себе один из этих ножей, так как все эти три ножа будут разыграны для вас. Условия розыгрыша подробно прописаны в описании. Удачи вам и добра от топора! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!